Здравствуйте всем. Меня зовут Лянгузов Алексей. Я quality architect компании Grid Dynamics. Добро пожаловать в солнечный Петербург, если вы гости нашего города. И сегодня будет доклад, который назывался автоматизация контроля качества данных, но было бы более правильно его назвать, наверное, вот так вот. Автоматизация мониторинга качества данных. Может быть разница незаметна, но мы ее как раз в рамках этого доклада и увидим. Соответственно, можно сказать, и в аннотации к докладу написано, что это продолжение доклада, который был на прошлой конференции. Но на самом деле это самостоятельный доклад, и в принципе то, что я рассказывал в прошлый раз, знать необязательно. Там была история, там были причины, почему измерять качество данных это нужно. Были подходы рассказаны, как это вообще делать. И был такой чисто теоретический доклад. Даже те примеры, которые были, я показывал как бы на пальцах в виде того, что вот можно было бы вот так. На самом деле этой темой я занимаюсь уже почти год, достаточно плотно. И, соответственно, где-то к концу прошлого лета мы внутри компании сделали solution accelerator, о котором я сегодня расскажу. Я не буду углубляться в детали, но сегодня мы поговорим о разных вещах. Соответственно, это о том, вообще сложно или нет, проверяйте данные. Расскажу о архитектуре нашего решения. Посмотрим плюсы решения. И, естественно, будут какие-то примеры. Но это будет не лайф-пример, а фотографии. Вот. И вообще основная цель доклада это обсудить с вами, насколько это сложно или не сложно. Вот. И если это не сложно, да даже если сложно, то понять, что нужно для того, чтобы засетапить автоматизацию мониторинга данных. Итого, давайте начнем с того, что поймем, сложная ли задача или нет. Нет. Я бы хотел сперва узнать у аудитории, кто-нибудь проверяет вообще данные. О, есть. Пара человек. Отлично. Вот. Мне захочется с вами, наверное, после пообщаться, что вы в этой области делаете, узнать. Вот. По-вашему это сложная задача или нет? Вот. Ну, на самом деле она разная. И давайте посмотрим, от чего это зависит. То есть понятно, что это, во-первых, зависит от сложности самих данных. То есть чем данные сложнее, тем и задача будет сложнее. Второе. Это от глубины и точности проверок. Если нам надо быстренько поверхностно сделать, это, опять же, будет проще, чем если мы куда-то будем закапываться. И третье. Это вообще от их количества, этих проверок, и как быстро, за единицу времени, сколько проверок нам надо сделать. Вот. Ну, третье, в принципе, достаточно понятно, да, то есть я не буду это обсуждать, а вот первые два пункта мы сейчас рассмотрим на дальнейших слайдах. Наверное, кто когда-то смотрел в сторону бигдаты или в сторону данных, видел такие факторы данных. Начинали там с трех, там были volume, там еще чего-то, да, вот три, потом их стало пять, потом семь. В общем, когда я готовился к докладу, я нашел порядка тринадцати, если не брать тех, которые по-разному называются, но об одном и том же. Вот. Здесь я оставил поменьше. Итого, у нас есть такие факторы, как визуализация, что это такое, это вполне понятно, да, то есть как мы можем показать данные так, чтобы о них было что-то более понятно. Вот. Это validity данных, иначе просто пригодность данных, насколько они соответствуют тому, что там ожидается формату какому-то, своевременности и так далее. И есть еще такой показатель, как в varsity, это насколько правдоподобны эти данные. Вот. Ну, опять же, то есть данные могут устареть, и если мы там, не знаю, будем сейчас пользоваться котировками валют 2019 года, вряд ли это будет хорошо, да, то есть данные-то они вообще нормальные, но они давно устарели и вряд ли являются правдивыми, ну, как пример. Соответственно, вот эти три фактора на самом деле являются теми, на которые направлена область data quality, мы должны убедиться, что там все хорошо, и сказать, что вот эти факторы, они в данных хорошие. Вот. Что же влияет на сложность задачи? У нас, я так в два блока определил, первый блок это количество данных, volume, это скорость поступления данных в систему, а еще, наверное, даже более важна скорость, с которой нам надо обрабатывать эти данные. То есть они поступать-то могут быстро, но если мы с ними что-то делаем раз в день, то и проверять качество этих данных нам не надо прям при поступлении, возможно. Вот. И волатильность данных. Волатильность это то, насколько сами данные меняются. То есть если мы, допустим, собираем какие-то факты о продажах, то этот факт не поменяется. Он как сегодня был фактом, так и через месяц будет фактом, и через год мы посмотрим, это константные такие данные. Но, как вот я там упоминал, допустим, котировка текущая валюта, она очень быстро меняется, и мы должны, соответственно, эти данные так же быстро реагировать на эти изменения и измерять их соответственным образом. Вот. Но если вы думали, что это все про вариативность данных, то нет. Есть еще, если покопаться, три таких… А, да, я не сказал. Первый блок, он влияет в основном на наш вычислительный кластер, который нам нужен для изучения данных, и то время, за которое мы сможем изучить и измерить это качество. Второй блок — это то, насколько данные изменчивые. То есть первый variety — это сколько у нас дата-сорсов и сколько у нас различных форматов данных. То есть у нас, в принципе, могут быть одни и те же данные, которые разбросаны по разным дата-сорсам, по разным базам данных, какие-нибудь там реляционные, нереационные и так далее, по файликам. Вот. И они могут быть в разных форматах, и из-за этого у нас возрастет количество проверок, которые надо делать только потому, что у нас разная инженерия. Как минимум, да. Второе — верстатильность данных. Это количество доменов, бизнес-доменов и типов данных. Понятно, что если у нас, не знаю, мы берем что-то такое более-менее константное, там ордера, допустим, да, то есть они, даже если они из разных мест к нам приходят, у них один и тот же формат, мы работаем с одним и тем же данными. Но если мы там собираем какие-то метрики, например, машины Формулы-1, где у нас там есть и температура тормозов, и машины, и что-то собираем с гонщика, и с других участников, и с природы, то есть у нас очень много разных бизнес-доменов, и, соответственно, очень много различных проверок тоже надо делать. И последнее — это то, насколько изменчивые данные со временем. То есть можем ли мы эти данные сравнить с этими же данными месячной давности или годовой давности. Допустим, там поменялся формат со стринги на интеджер какой-нибудь, мы уже не можем эти данные между собой сравнивать, то есть у нас что-то поменялось. Или единицы измерения поменялись. Мы измеряли в километрах в час, стали в милях в час измерять тоже. Опять же, у нас вроде цифры какие-то одни и те же, а смысл за ними совсем разный. То есть это тоже надо учитывать. Вот. Ну, все это в основном влияет на то, сколько вот этих проверок нам надо будет сделать, чтобы максимально хорошо измерить качество. Также выделяют еще vulnerability данных. Это еще в видео visibility это называют. Впрямую на самом деле это не сильно влияет. И если мы работаем с какими-то сенситивными данными, с чувствительными, мне кажется, что как раз-таки их качество, и надо проверять в первую очередь, потому что ошибки в них стоят дороже, чем в каких-то других вторичных данных. Вот. Но мы ее вынесем за скобки, вычеркнем. Вот. И есть еще такой последний, который мы здесь рассмотрим. Это value. Почему она отдельная и почему она посерединке? Потому что она на самом деле вполне явно влияет на другие качества. Допустим, у нас данных в датасете может быть сильно больше, ну, те, которые нам присылают в систему, чем те, с которыми мы работаем. И, допустим, нам надо всего 30% данных, а 70% это какая-то, ну, то, что там приходит из этих таблиц, оно там есть, но оно нам неинтересно. Соответственно, по сути, объем таким образом у нас уменьшается там на 70%. То есть у нас остается 30% того, что нам надо проверить. Вот. Ну, и, в принципе, если так подумать, то на любой из этих шести сам смысл тех данных и ценность, которую мы используем из этих данных, оно очень напрямую влияет и снижает нам сложность вот этих данных. То есть упрощает нам немножко задачу. С другой же стороны, мы можем, вот если вот по этой стрелочке посмотреть, делая проверки о качестве данных, мы можем поменять ценность данных. Допустим, такие данные, как дубликаты, ну, в любой системе, которая работает с данными, поступают какие-то дубликаты. Вот. Смысл их там обработки нет никакого, их лучше, наоборот, даже выкидывать, чтобы убрать из статистики там неверные какие-то возможные последствия. Поэтому мы можем, проверив часть данных, изменить их значения. Или там, если мы убеждаемся, что какие-то данные некорректные, вот, мы их тоже можем выкинуть и таким образом изменить их значения, потому что мы просто не можем с ними ничего делать. А можно я попозирую, а то у меня такие фотки плохие всегда получаются. Вот. Ладно. Шутка. Так. Значит, следующее, это будет про глубину проверок данных наших. И тут я бы взял два измерения. Первое, что проверки могут быть технические и бизнес-проверки. То есть технические проверки, они достаточно простые. У нас там пустые какие-то таблицы, или вообще таблицы исчезли, мы сделали ETL, у нас было 10 таблиц, стало 8 таблиц. Вот. Ну, мы можем это легко посчитать. Неважно, какие там бизнес-данные, мы просто можем это легко понять и сигнализировать по это дело. Вот. Бизнес-данные – это как раз-таки более сложный случай. Это корреляция какая-то между полями. Иногда это очевидные какие-то данные, иногда не очень очевидные. То есть, ну, про температуру там говорили уже, и у меня там будет в конце примеры про температуру. Но когда мы измеряем там температуру погоды, это какие-то одни, допустим, мы можем поставить границы для значений. А когда мы измеряем температуру там тех же, не знаю, двигателя машины, там совсем другие будут границы, да, другие показатели, а температура там на луне есть третья. Вот. Но скорее вот я бы отнес последний пример вот к этим типичным проверкам, потому что типичная проверка померить границы, она, ну, она типичная, поэтому я так и назвал, соответственно. Но сами границы зависят от бизнес-значения данных, да, и таких можно тоже нагенерить идей, типа там количество уникальных значений там в каком-то датасейте там или так далее. Вот. Все мы это можем померить, и сложность растет, то есть технические проверки простые, бизнес-проверки сложнее. Чем более мы закапываемся в бизнес, тем более сложные проверки можно сделать для наших данных. Вот. Другое измерение – это то, как глубоко мы копаем в сами данные. То есть первое – это мониторинг данных. И почему я немножко поменял название доклада, да, потому что на самом деле то, что мы сделали, это мониторинге данных, и мы с вами дальше будем говорить об этом уровне. Вот. Что на этом уровне мы делаем? То есть это один такой базовый уровень, который дает нам быстро найти какие-то… Ну, если мы это делаем регулярно, автоматизировано, там, вовремя, все такое. Вот. Он дает нам возможность быстро найти какие-то проблемы в наших данных и просигнализировать про них и сказать, ребята, что-то с нашими данными не то. Давайте мы там посмотрим и постижемся их там в дальнейшем использовать. Вот. Но точность мы можем сказать с точностью до либо датасета, ну, например, какой-то файл, там, Джессон нам прислали, там прислали 10 файлов, один битый. Вот мы сказали, этот битый файл уберите, с остальными будем работать. Вот. Там табличка может быть, или, если это имеет смысл, сузить до колонки, ну, выкидывать данные из одной колонки к второй как-то странно, но иногда бывает, что можно, если у нас есть альтернативный, допустим, датасорс, в котором эти данные дублируются, и там они более правильны. Вот. Следующий уровень – это инспекции данных. Это уже более глубокие проверки, когда мы говорим не просто, что что-то там плохо, а мы говорим, мы можем определить, что там плохо конкретно, вплоть до какой-то строки. То есть мы, по сути, можем промаркировать каждую там строчку, допустим, данных и сказать, плохая она или хорошая. И, по сути, мы можем разбить на бакеты. Про дупликаты данных я говорил. Это надо делать всегда, и надо их выявлять и убирать. Вот. На самом деле это можно делать и на уровне ниже. Это потом некорректные данные. Это те данные, у которых отсутствуют ключевые какие-то атрибуты, мы их не можем дальше использовать. Они бессмысленны. Допустим, если мы изучаем какие-то зависимости между людьми по e-mail, то нам надо, чтобы в e-mail были кто отправил и кто получил. Если этих данных нет, то нам, собственно, бессмысленно дальнейшее существование этого e-mail, потому что мы не можем сделать какую-то аналитику. Но если мы из e-mail берем какие-то чистоту слов, какой-то лексический анализ проводим, все такое, нам, в принципе, не важно, кто кому послал. Нам главное, чтобы у нас тело было письма, и там какое-то было содержимое. Поэтому тут может быть разный взгляд, что есть ключевое, что не ключевое. Damaged data. Да, я, кстати, хочу извиниться, потому что иногда очень сложно на русский переводить. У меня поэтому часть терминов на английском, там часть на русском. Ну, в общем, кашетка. Но иногда сложнее перевести, чем использовать английский термин. То есть данные, которые у нас немножечко побились, но мы, в принципе, можем их использовать. Ну, вот если брать последний пример, то мы изучаем, делаем лексический анализ каких-то там слов, чистоту какую-нибудь там высчитываем. И у нас есть понимание, что у нас должен быть attachment, но attachment-а нет. Ну, что, нету и нету. Ну, зато есть там body, есть title, мы с этим будем работать, а attachment придется забить. Вот. И самый высокий уровень по поводу качества данных можно тогда отнести как очистка данных или дата-клинзинг. вот это когда мы уже можем либо четко сказать, что вот нарушено такое-то правило, там сходите и почините вот это вот с точностью там до ячейки, да, то есть с предыдущей нам с точностью до строки метод работает, то здесь с точностью до ячейки. Вот. Либо мы можем вообще это автоматом починить. Ну, когда такой банальный пример, у нас есть телефонные номера, они все в каких-то разных там форматах, могут нам приходить с разных источников, но если там есть там положенных 10 цифр, да, то мы, соответственно, можем их привести к одному какому-то формату, который дальше у нас в системе используется, там добавить там плюс 7, если это про Россию и так далее. То есть и мы тогда уберем кучу ифов там в дальнейших каких-то пайплайнах, и мы всегда будем уверены, что у нас либо там null, значит, не было телефонного номера, либо там телефонный номер в определенном формате. Все это можно делать, допустим, автоматом во время ETL, когда данные поступают в нашу систему. Вот. Соответственно, как я уже сказал, мы сейчас дальше будем говорить про дата-мониторинг, и понятно, что сложность растет вверх. Чем глубже мы хотим копать, тем сложнее у нас будет это все сделать. И более того, там на верхнем уровне нам уже требуется доступ на записи в базу, если мы хотим что-то автоматом исправлять. Значит, дальше. Дальше это как раз таки, что мы сделали в нашей компании. У нас даже не один, а два таких салюшенов в области дата-мониторинга. Один базируется на машин-лёнинге, искусственный интеллект, какие-то intelligent alerting, вот это вот, и он очень хорошо, на самом деле, хорошо подходит для реал-тайм-аналитики. Вот. И я про него сегодня не буду рассказывать, эта тема отдельного доклада, и не я автор этого решения, я ему только учусь сейчас. Вот буквально там на этой неделе я его первый раз научился сетапить, поднимать. Вот. Поэтому, может быть, в следующий раз расскажу, не знаю, посмотрим. Вот. Я расскажу о том салюшене, который, собственно, непосредственно разрабатывался, ну, и где я выдвигал идеи, и руководил командой какой-то, которая это делала. Вот. Это так называемый rule-based monitoring, когда мы пишем какие-то правила, и на основе этих правил стараемся определить, хорошие данные или плохие. Вот. Плюс к этому мы можем, очень важно, это собирать метрики от данных. И вообще надо понимать, что вот уровень data monitoring, он вообще может работать только с метриками. Ему вообще, в принципе, данные не нужны, по большому счету. То есть если вы нам даете какие-то знания о данных, то мы можем с этими знаниями работать. Все равно потому что в большинстве случаев мы работаем с какими-то агрегатами. Вот. Ну, остальное тут написано, я не буду на этом задерживаться. Мы лучше пойдем посмотрим, как устроен наше решение. Соответственно, тут немножко такая упрощенная диаграмма, чем у меня есть, но более сложная диаграмма отличается от этой стрелочками. Вот. По сути. И там какие-то, может быть, как это более логичное распределение. Здесь просто хотелось показать, что у нас есть некий вот этот стэк, который на самом деле развернут на докере, и который состоит из, по сути, раз, два, три, четыре, пять таких глобальных компонентов. Первый — это какой-то систем гейтвей, который внутри вот этих докер-контейнеров занимается там роутингом и так далее. Там можно модификации прикручивать. Ну, в общем, как без нашего любимого Танжин икс. Вот. Следующий компонент — это фронт-энд, который позволяет нам вводить вот эти проверки каким-то образом, редактировать их и смотреть графики. Графики в графане, и мы их там немножечко дальше посмотрим. Вот. Понятно, что такой системы, раз мы собираем эти проверки, у нас есть внутренний какой-то сторочек, где-то надо хранить, и надо хранить статистику об этих проверках. Это мы все делаем в Postgres. И сами результаты мы храним уже в более подходящем Elasticsearch. Вот. Результаты проверки складываются туда. Вот. Ну, потому что, как минимум, графана с Elasticsearch хорошо дружит, и оттуда все очень легко и хорошо визуализируется. Вот. Выполняется все на спарковом кластере. Ну, он в основном как диспетчер задач. То есть у нас был недавно еще Spark Client, сейчас мы переключились на патчливе. Вот. Ну, в принципе, оба варианта возможны. Вот. А всякие вот эти engine, почему они так болтаются то там, то сям, то на самом деле потому, что если мы, допустим, анализируем файлы, то это будет Spark Cluster, и, соответственно, мы будем работать с этими данными как бы у нас. А если это данные в базе, да, то мы это можем делегировать мощностям этой базы данных и смотреть это там. Вот. Более того, у нас есть возможность завраперить существующее какое-то решение. Допустим, у нас есть такой пробный камень в эту сторону. Мы сделали несколько проверок вокруг Amazon DQ, если кто знает, кто работал. с данными. Это штука, которая требует вас писать что-то на скале и, соответственно, проверять. Там не очень сложный код на скале, но все равно, чтобы написать какие-то правила, вам надо написать скала-код и запустить это на Spark Cluster. Вот. У нас это завраплено и вообще никакого кода писать не надо. Вот. Оно там под капотом запускается. Ну, мы, правда, реализовали всего два правила, так чтобы посмотреть, там их порядка 15 или 20, вот, которые есть в этом Amazon DQ. Ну, а дальше это просто временные вложения в это решение. То есть поддержать больше проверок. Вот. Соответственно, если говорить о том, легко это засетапить или нет, ну, вот здесь я могу утверждать, что через три часа вот эта базовая демо-версия, она будет развернута через три, да, через три часа. Вот. Даже если там это данные заказчика, то я могу вот такую воркшоп-версию развернуть, прицепить к данным и, соответственно, даже что-то поискать. Ну, если поискать и найти какие-то баги, а в данных всегда есть баги, вот, более-менее такие серьезные, то, ну, может быть, немножко побольше времени, там еще пару часов надо будет, чтобы что-нибудь найти. Может быть, если данные сложные, то больше времени, да, но, по крайней мере, продемонстрировать, как это работает, можно в течение трех часов, а когда я делаю демо нашим клиентам, вот, ну, меня вообще там занимает не больше часа вот это все из нуля поднять, там, в Амазоне машинку, все заинсталлировать, скомпилировать, в общем, все поднять с нуля, вот. Вот, ну, там меньше, конечно, затрат. Вот, и надо понимать, что этот салюшен, который у нас есть, он не коробочный продукт, который мы там продаем какие-то за лицензии или что-то такое, нет, это некий акселератор, который позволяет сохранить там от трех до шести месяцев работы, если люди хотят сделать у себя проверку данных. Вот, соответственно, понятно, что дальше там требуется достаточно большая работа, если мы хотим это прикрутить к тому, чего есть на самом деле у клиента, потому что зачем им, ну, наш маленький какой-то там спарк-кластер, который у нас там в докере крутится, у них наверняка свой огромный есть, вот, мы лучше перенастроим и прицепимся к нему, вот, это намного логичнее, чем поднимать еще один какой-то там, вот, и так далее. На этом слайде я, пожалуй, не буду останавливаться, чтобы сохранить время, вот, я не, 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 не назвал здесь минусов, но минусов на самом деле два. Первый минус это юзабильность этого решения, да, и я порой сам, как бы, хочется, чтобы было все поудобнее, вот, ну, потому что на самом деле это делалось как демавария, как какая-то такая в рамках R&D проекта, ну, на самом деле начинался проект клиентский, а потом переросло в наш внутренний R&D проект, и мы как-то за качеством сначала не гнались, а вот сейчас мы там на Amazon Marketplace выходим, да, и там как-то качество улучшать, вот, сейчас работаем над этим. Вот, а второй минус я забыл, честно говоря, готовился еще, вот, ну, не помню сейчас, вспомню, скажу, вот, ну, дойдет время, останется время, можем посмотреть, плюсы. Соответственно, этот слайд с предыдущего доклада, там были такие плюсики-минусики, и на самом деле я, чем больше работаю, сейчас немножечко его пересмотрел, там добавилось что-то, у меня здесь было минусики, вот, сейчас появились такое, что типа это можно. На самом деле это, какие у нас есть подходы, я быстренько повторю, потому что я считаю, что это важно. Мы можем сравнивать данные с образцом, то есть у нас есть какой-то мастер-голден-дата, и есть что-то, и мы с этим можем сравнить и убедиться, хорошо у нас или плохо все. Вот. Применение правил оценки, ну, собственно, это rule-based подход, который в нашем solution используется. Сравнение со статистикой в данном случае имеется в виду, что, допустим, мы можем сравнить количество данных, поступающих в нашу систему, там, по понедельникам с 7 до 5, там, и так далее, да, то есть мы можем взять какой-то статистический срез, вот, и сравнивать, и смотреть, насколько это меняется, если там сильные просадки, исходя из этого реагировать. Вот. И поиск аномалий, опять же, я уже рассказывал, у нас есть отдельный по этому поводу solution с какими-то моделями, вот, пока как они работают, я не понимаю, я знаю, куда потыкать, чтобы они там начали генерить аномалии, вот, и отлавливать потом, я пока с этим только разбираюсь. Вот. Ну, и у нас есть различные варианты работы с данными, что ли, да, когда мы работаем с какими-то историческими данными, которые мы откуда-то получили, и мы с ними работаем. У нас есть батч-режим и стрим-режим, и у нас есть миграция данных, когда мы там переезжаем к базе на базу. Вот. Сегодня я покажу примеры вот для исторических данных, да, вот этих вот первых трех вещей, потому что, хотя у нас система и rule-based, но, в принципе, из-за того, что у нас есть графана, мы можем там работать со статистикой, ну, и руки, голова есть, тоже мы можем работать из-за этого. Вот. И сравнение с образцом мы тоже можем делать неким таким специальным образом, мы сейчас увидим. Вот. Значит, первый пример. Первый пример. Будем изучать температуру. Данные взяты из открытого источника, это какая-то американская там климатическая организация, соответственно, можно прийти и за любой период времени взять любое количество данных, которые вам надо. Вот. Они там джессоны присылают, ну, там такой большой джессон, там 50-60 полей, там что-то такое. Вот. Я оттуда выдернул 2 столбика с температурой, у них есть почему-то, ну, у них там даже больше температур, но вот там есть сухой датчик и мокрый датчик, я не знаю, что это такое. Ну, в общем, есть два измерения, видно, оно как-то там в метеорологи знают, развлекаются. Вот. Соответственно, вот такие данные, и мы будем погружать их в систему и изучать. Значит, надеюсь, видно чего-то, да. Вот. Соответственно, мы можем, первое, чем мы можем сделать, это визуализация, да. Мы говорили про вот эти V-факторы данных. Вот. Мы можем просто визуализировать данные и посмотреть, хорошо это или плохо, да. Вот здесь немножко плохо видно, но я еще сразу тресхолды поставил. Высшая и низшая точка, ну, разумной температуры данных в Фаренгейтах, да, поэтому надо понимать. Вот. Соответственно, мы сразу видим, что есть какие-то аутлайны, есть какие-то вот эти выбросы, да, которые у нас происходят. На самом деле, ну, что на этом графике? На этом графике минимальное и максимальное значение вот этой сухой и мокрой температуры. То есть, ну, больше график, ну, не очень информативный, да, в принципе, получается, но какие-то вот эти аутлайны видны, и мы можем сразу среагировать и сказать, что есть какие-то плохие данные. Вот. Здесь даже можно какой-то критерий повесить на это дело, но с другой стороны, то, что у нас какие-то будут выбросы в данных, мы можем сказать всегда, поэтому, наверное, плохо просто сделать критерий, что кто-то выше там или ниже чего-то. Надо смотреть в процентном отношении, сколько у нас всего вот таких выбросов относительно общего объема данных. Вот. И для того же, для тех же данных я сделал другой график. Это разница дельта между вот этими двумя температурами, мокрой и сухой. Вот. Соответственно, ну, наверное, они же не должны сильно отличаться, они же в одной точке измеряют, да. Ну, а вот это коричневая или золотистая, это три стандартных отклонения сделал, да. Вот. Я дурачок, я это сделал по модулю вычисления разницы, а отклонения сделал в обе стороны, то есть не обязательно можно было бы в одну сделать. Вот. Ну, не суть. Суть в том, что мы видим, что помимо вот этих наших выбросов, которые были, мы видим еще какие-то локальные маленькие пики, которые выходят за границы там три Сима. Вот. И вполне возможно, что на них тоже надо обратить внимание. То есть мы можем данные там смотреть с разных сторон и таким образом изучать. На самом деле я вчера вот это там уже ночью доделал, и я вот смотрю на эту картинку, она мне что-то напоминает, вот что-то напоминает. А потом я понял, что она мне напоминает. Она мне… Вот. Соответственно, там, примерно взгляд Строицкого моста на Петропавловскую крепость. Вот. Ну, это так, ладно. Значит, вот как это выглядит в нашей системе. То есть мы в системе создали проверку. Вот. Ну, вот это первая была, когда мы просто данные разложили по временной шкале, и дальше уже в графане там поставили вот эти штучки. Вот. Второй график тоже. Вот здесь, как вы видите, в системе они связаны. То есть, когда мы создаем проверку, у нас сразу создается этот график автоматом. Не надо искать графану, которая обычно когда-то где-то там висит в космосе. На самом деле в компании таких графану обычно там 10 штук. Ты еще пойди, найди правильную и так далее. Найди правильный график в ней. Здесь все у нас связано. Все очень понятно получается. Вот. Ну и так вот, делая такие группы, мы можем изучать какой-то набор данных в изоляции. Вот. Следующий пример про изучение ветра. Вот. Ну, тоже данные взяты оттуда же. Оттуда же у ветра есть, ну, порывы мы не будем смотреть. У ветра есть скорость и есть направление. Вот. И понятно, что когда ветер не дует, у него там и то, и другое должно быть ноль. Вот. Либо и то, и другое цифра, и то, и другое ноль. Это мы уже смотрим в бизнес значение. То есть, ну, это разумно любой человек понимает, что если ветер дует в какую-то сторону, у него должна быть сила ветра, иначе это все бессмысленно, и наоборот. Попробуем сделать такой же, ну, разложить эти данные по временной шкале и увидеть, что получится. Ну, вот сверху это у нас, чего, это направление, направление по азимуту от нуля до 360. Вот. Ну, ноль не дует, по ходу, 360 дует вот в эту сторону. Вот. А желтое это вот здесь вот у нас. Это, соответственно, сила ветра там в милях в час, наверное, там 15-16. Вот. Ну, я ничего из этого графика сказать не могу, кроме того, что когда-то то дует, то не дует. Вот. Вот этот график немножко похуже видно, но что я сделал? Я сделал следующее. Я взял все точки, где у нас либо есть сила ветра, либо его направление только. Вот. И поместил здесь. То есть, ну, мы видим, что такие штуки встречаются, да, то есть у нас вот какой-то есть каунт, вот, и оно там время от времени происходит. То есть у нас в данных что-то не так, да, то есть у нас есть реальное измерение, где что-то не то. Вот. Сюда даже можно положить треш-хоу, допустим, там сказать, что если это встречается 20 раз, то это как бы плохо. Согласны? Я не согласен, потому что это агрегация. Вот. Вот если я вот это вот сейчас вот, допустим, там 22 января растяну вот так вот, у меня вот это 20 превратится там, ну, не больше там 5-7. Вот. Поэтому мы тогда не будем переходить за этот треш-хоу. Вот. И вообще каунты считать это плохо. Ну, каунты, которые агрегативные в графане. Вот. Такие каунты считать правильно. Вот. Поэтому этот график нам тоже как бы ничего особо не дает, кроме того, что понимание какое-то, что у нас что-то там плохо. Вот. Но мы можем сделать так. Вот. Так мы можем понять, что у нас всего, ну, там за эти три месяца поступило там 2436 измерений. Вот. Из них плохих, вот те, которые на красном графике, это 611. И по сути это 25%. Вот. Что мы можем сказать? Ну, хорошие данные или плохие, если 25% в них биты. Все согласны, что эти данные, ну, плохие. Ну, я не согласен. Вот. Не согласен почему? Потому что, как бы, где мы их измеряем? Мы их измеряем у себя в системе. Вот. У меня 5 минут осталось, ну, как раз. Вот. Соответственно, так как мы их измеряем у себя в системе, я просто показал, я вам до этого джессончик, да, которым нам его прислали. А, да, я еще не сказал, что вот, ну, предыдущая картинка, как это выглядит в системе, тоже мы можем там визуализировать. И вот сюда мы можем повесить некий condition, да, то есть мы можем сделать condition, что процент плохих данных должен, не должен превышать там 10, к примеру, нас это устраивает, но в данном случае 25, поэтому мы упадем, и у нас будет failed. Ну, вот эти просто ничего не оцениваем. Вот. Вернемся к джессону. То есть у нас есть джессон, а в нашей базе это direction, это integer. Вот. Исходя из этого имеет смысл сделать проверку как раз-таки уже с образцом, что у нас было, что нам прислали и что у нас получилось в системе. Вот. Вот здесь мы будем считать разное количество каунтов, просто даже не думая о том, что это за данные. Вот. А чисто зная, что мы стринги из джессона превращаем их в некий integer. То есть мы можем посчитать общее количество, ну, понятно, если общее количество отличается, уже плохо. Вот. Мы можем посчитать, там, разбить на классы эквивалентности и получить там, что мы можем считать количество позитивных, негативных, нулевых значений, также на лад, которые, понятно, дело от нуля отличается. И также в строке у нас может быть вообще не номер. То есть там что-то, не null, не ноль, не цифра, а что-то другое. Вот. Давайте мы все вот это посчитаем, положим в нашу систему, видим вот такую картинку. Снизу это скорость. И мы видим, что она полностью совпадает. Вот это вот то, что в возгрессе лежит, это то, что в же соне лежит. Расхождения нету. А сверху это вот как раз направление. И мы видим, что вот те 611, они как бы попали в бакет из нам. Вот здесь ноль. Вот. И как бы вот она разница. То есть тут они в налах, а тут они в не номерах. Вот. Вот. Если вот эти 611 прибавить вот сюда, то у нас сойдется, что данные по скорости и по направлению совпадают. Ну то есть вот эти две картинки, если сравнить, да, то есть они получатся как раз дополняющие друг друга. То есть не вот это и вот это. Джессончики наши. Вот. А все почему? А потому что у нас, соответственно, есть такое понятие, если посмотреть данные повнимательнее, когда ветер был переменный и мы просто не смогли определить, ну видно там, метеорологи не смогли определить, куда он дует. Вот. А они поэтому пишут в ВВР. Вот. Там не минус один, там ничего-то. То есть у них просто строка. Вот. Соответственно, на самом деле данные, которые нам прислали, они правильные. А как мы их зачитывали, они, ну это было неправильно. И мы потеряли порядка 25% знаний о наших данных. Вот. Ну, собственно, такие выводы. Выводы быстренько. Получается, что данные мы можем проверять, и это в принципе достаточно просто, но сразу надо оговориться, что данные надо проверять систематически, автоматизировано, целенаправленно. Тогда это имеет смысл. То есть время от времени там кое-как там поковыряться, это не дело. Бессмысленное занятие. Вот. Ну, и как вы видели, в принципе, система не настолько сложная. Ну, мы над ней работали, делали ее красивой, делали ее такой какой-то применимый и распространимый там на наших клиентов. Я сам примерно раз в две недели делал какие-то демы заказчикам, там что-то пытаюсь прикрутить. Ну, в общем, сейчас это востребованная тема на самом деле. Вот. Ну, и если вы не знаете, как начать, давайте говорить, готов партнериться по этому поводу. То есть это решение, оно бесплатное, но оно не фри. То есть просто так не распространяется, да. Вот. Соответственно, вот так вот на этом я бы закончил доклад. Спасибо всем, кто пришел. Я не знаю, остались ли времена вопросы. Вот. Но если не осталось, то можем после доклада. Пару вопросов можно успеть. Леша, спасибо за доклад. Короткий вопрос. Второй минус не вспомнил? Нет, не вспомнил. Спасибо. Не думал об этом сейчас. Да, добрый день. Скажите, от каких проблем вы начали отталкиваться, отстроя вот эту систему? И кто ваши потребители в основном, когда вы приходите к заказчику, да? Это, наверное, какие-то отделы рисков, да? Или еще чего-то? Ну, скорее, наверное, заказчики приходят к нам, да? То есть, во-первых, надо сказать, что у нас есть несколько кастомных решений, которые мы делали уже под клиентов, когда вот были такие проекты. Мы там, у нас и этот акселератор не первый, первый был поверх Гриффина, есть такой Apache Gryffin, вот. И мы это начинали строить вокруг Apache Gryffin, но как и в первый раз очень быстро получилось, что вроде Гриффин-то и не нужен. То есть, когда ты начинаешь делать, ты не понимаешь, зачем он нужен, он еще в такой бета-состоянии, там 0.4 версия или какая-то там. Вот. И вот, соответственно, мы сделали вот такой solution без какого-то вот этого Гриффина, но мы ориентировались на возможность притянуть вот какие-то дополнительные тулы, которые уже существуют, и дать возможность с ними работать, да? Тот же Гриффин можно, в принципе, привязать, если кому-то хочется. Вот. Что касается доменов данных, допустим, у себя в компании, я это прикручиваю к всем данным, которые у нас есть, у нас есть аналитический портарк, который там собирает информацию с HR, там с рекрутмента, с финансовых департаментов, там потом делается аналитика, и наши руководители на это дело смотрят, но и хочется, чтобы у них данные были красивые, и вот я туда прикручивал, допустим, эти проверки, говорить у нас внутри такой док-футинг, да, или как это называется. Вот. Соответственно, клиенты приходят с разными данными, да, соответственно, кто-то изучает там логи продакшена, кто-то изучает какие-то свои данные, которые там пользовательские, ну, приходят с аппликейшеном, да, вот, ну, с пользовательских аппликейшеном, да, там не пользовательские данные, я имею в виду. А вот если по классам ошибок разбить, какие чаще все встречаются? Ну, много дупликатов, вот, много дупликатов, много несоответствий данных, если когда одни и те же данные приходят с разных источников и должны совпадать, они совпадают, вот. Меняется формат данных неожиданно, да, то есть, ну, там, стринги там на дату, допустим, да, или с даты на стринг, допустим, да, вот тут в таком духе, то есть, тоже неожиданно. Такие подразделения, как там функциональное сопровождение, тоже это могут использовать, да, получается? Что такое функциональное сопровождение? Ну, сопровождение имеется в виду промышленных средств, вот, приложений. Мы можем отдельно поговорить, это скорее anomaly detection. И там шоу-кейс у нас именно об изучении логов и аномальном поведении, определение аномального поведения системы по логам, вот, которое делается с помощью вот этих. Да, ну, то есть, грубо говоря, иметь такие мониторинги, которые нам будут, да, после внедрения показывать, что какие-то проблемы у нас с данными, с процессами и так далее. Да. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня будет маленький вопрос. А вам приходилось работать с пусцированными логами, которые идут с продакшен и как с этим? Не приходилось, честно говоря. То есть, опять же, если мы говорим про логи продакшена, вот, это больше economy detection решение, да, там, прямо вот у нас есть этот случай, который из практики и с логами работает. нам не нужны данные, нам нужны метрики об этих данных, вот. Пускай они там где-то, где они ассоциируются, пускай они нам вышли, сколько у них там было эксепшенов на единицу времени, к примеру, да, и в зависимости от этого там система будет определять поведение, вот. Или сколько там было, там, загрузка CPU, пускай она засекреченная, но вышлите нам какие-то цифры, да, по одной и той же метрике, афиксировано, не афиксировано, все равно. Это изучать потом сложно, что там произошло. Но это не дата мониторинга изучать. Это нотификация. Здравствуйте, спасибо за доклад. Скажите, как вы сортируете данные? Я смотрю, у вас очень большой объем, вот, и как вы… Сортируем, можно уточнить? Ну, я имею в виду сами выводы данных, которые вы собираете, как вы сортируете, на что вы обращаете внимание. Ну, может быть, я немножко недопонял вопрос, но, допустим, то, что вот у нас внутри компании, у нас объем небольшой, у нас полторы тысячи человек, да, сейчас работает, то есть там не генерится столько прям много данных. Вот. Если, опять же, говорить про системы, которые вот anomaly detection, ей не надо много данных, потому что метрика уже агрегирует какие-то данные. Много данных где-то лежат там в этих логах, там их реально много, да, но это задача с планкой хранить там и как-то показывать там. Вот. Но по этому с планку мы можем получить, ну, там, с планку или каким-то другим источником как раз уже эту информацию об этих данных и ее анализировать. Вот. А это все там складывается в тот же эластик, там, кинезис, там, куда-нибудь и там потом изучается. Вот. То есть на самом деле не всегда объемы такие большие, но мы никуда эти объемы не таскаем. То есть мы приходим и получаем там… Если нам надо изучить там данные, ну, вряд ли изучение данных происходит прямо сразу, да, то есть вот всех-всех-всех, скорее мы их получаем по кусочкам и вот этими маленькими кусочками порциями изучаем на Data Ingestion или на каждом этапе pipeline, если мы с ними дальше работаем, то на каждом этапе pipeline тоже можно такое делать. Вот. Но пока в этой с целью, что мы такому не прикручиваем. Тут вот это вот хороший вопрос, это уже социальная какая-то тема. Иногда ты приходишь, все понимают, что это надо делать, но ты не можешь найти человека, который за это ответственный, потому что данные находятся в такой размазанной ответственности. Ты когда подходишь, они говорят, о-о-о, да, неужели так все плохо и все. Спасибо. И выберите еще вопрос, который больше понравился вам. Ой, господи, что-то я не был готов к этому. Ну вот давайте, молодой человек. Последний? Да, да, да. На футболку. Спасибо. Спасибо.